Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас в этой здоровенной посылке, еле-еле влезающей в объектив моей камеры, у нас собственно очень и очень интересный планшет, опять же по вашим заявкам. Многие ребята просили его заказать, протестировать и попутно вывести на чистую воду, чем же он заинтересовал многих, а тем, что у нас тут 8 мегабайт оперативной памяти, 128 накопитель, большой IPS дисплей с хорошими углами обзора, а также у нас тут вполне себе интересный процессор, который позволяет поиграть на средних настройках графики в большинство современных релизов. Ну а что это за планшет, разумеется, вы узнаете буквально через пару мгновений, а также к плюсам этого устройства могу отнести то, что сейчас он продается менее чем за 15 тысяч рублей, то есть вполне себе годный вариант, опять же, если судить по техническим характеристикам устройства, за вполне себе вменяемую цену. Ну что ж, давайте-ка узнаем, на что же он действительно способен. Так, ко мне в Краснодарский край посылка с планшетом шла около трех недель, опять же, заказывал я ее на Алиэкспресс, конечно же, все ссылки с самыми лучшими ценами на этот аппарат, да и не только на этот, будут их всегда в описании под этим роликом, переходите, смотрите, ознакомьтесь, потому что цены постоянно сейчас колбасятся, скачут и так далее, поэтому, быть может, он сейчас стоит уже вообще намного-намного дешевле или дороже. В общем, повторюсь, все ссылки в описании, но мы приступаем к вскрытию, погнали! Опа, а у нас тут посылка в посылке, по всей видимости, это чехол, потому что я заказывал максимально заряженную комплектацию. Так, все, готово, с боем сдалась наша коробка, но и тут же хочу отметить то, что магазин отправляет планшеты вот в таких вот дебилых картонных коробках, плюс еще вот этот вот пупырчатый пакет был, так что я думаю, тут все уж точно должно было доехать к нам в целости и сохранности. Ну, а пока что, вроде как, все довольно невзрачно, главное, что там все внутри должно быть целым. Так, убираем все эти пломбы. Ну, в любом случае, на самом деле, сама упаковка от планшета должна выглядеть совершенно по-другому, разумеется. Офигеть, ребят, вы сейчас, короче, будете в полнейшем шоке, но сегодня у нас, по всей видимости... Так, там больше ничего? Не, больше ничего нет. Распаковка-дежавю, потому что у нас еще один пакет. Блин, все, снимаю шляпу. Продавец однозначно молодец, заботится от сохранности своих девайсов прям вообще дотошно. Видно, у него был какой-то опыт, может быть, не очень хороший, с почтовыми службами, но теперь он позаботился обо всем максимально капитально. Так, готово, еще один пакет уничтожен. Ну, и нас встречает, собственно, уже красивая, ну, опять же, минималистичная картонная коробка в белом цвете от планшета компании Teclast. Моделька, разумеется, указана на задней стороне. И моделька эта не указана на задней стороне, она указана сбоку. Так, это у нас T40 Pro максимальная версия, 8 ГВт оперативной памяти и 128 накопитель. Батарейка на 7000 мАч. Так, в целом, как я уже сказал, минималистичная коробочка. И давайте-ка посмотрим, что у нас тут еще интересного есть. Тут должен быть фирменный чехол на этот планшет. Так, все, тут уже больше точно ничего нет. И выглядит он, собственно, максимально классическим, опять же, образом. Все, как говорится, просто. Так, у нас тут есть даже небольшая такая вот брошюрка, конечно же, на китайском языке, прилагающаяся по вседимости инструкция к этому чехлу. Но он максимально классический, повторюсь, это специальная такая вот штукенция. Можно сложить чехол, точнее, наоборот, вот так вот, хоп-хоп. И поставить ваш планшет, и будет он под таким углом стоять, и вы сможете смотреть фильмы там, или, ну, поставить на стол его и так далее. Обычная такая функция подобного чехла. Ну, а сам по себе он матовый, немного мягкий, напоминает софт-тач напыление, но точно утверждать не буду. В целом, есть довольно толстые бортики для защиты всего периметра, прорези для динамиков с этой стороны. И, по всей видимости, а, это получается сверху. Ладно, в общем, разберемся, сколько же у него динамиков-то на самом деле. И вырез под камеру, тут никаких дополнительных бортиков у нас нет. Так, намусорил я, конечно, сегодня максимально знатно. И момент истины, все, все коробки уж точно долой, и нас встречает, конечно же, сам планшет в таком вот конверте. Ну, и добиваем комплект поставки, проставочка, еще картон, руководство пользователя раз, руководство пользователя два, или, скорее всего, это гарантийный талончик мультиязычный, кстати. Я надеюсь, тут есть и русский язык, хотя, в целом, я, наверное, его больше никогда и не открою. Так, это мы сюда и добьем, посмотрим, что у нас здесь находится интересного, чем укомплектовал планшет-производитель. Он у нас укомплектовал его блоком зарядного устройства, кстати, он довольно увесистый, и блок у нас на 18 Вт. Ребята, и вот тут у нас еще и разъем USB-C, то есть кабель, скорее всего, в комплект идет USB-C, USB-C. Опа, все максимально современно. Так, ну и, как я уже говорил, да, действительно, кабель USB-C, USB-C, это, как всегда, стоит учитывать. И, конечно же, скрепка для извлечения сим-лотка, или же, в случае с версией без поддержки 4G-сети, если такая существует, насколько я знаю, он идет у нас с поддержкой сим-карт. Так, собственно, для извлечения этих самых сим-карт или карточки памяти. Ну и, в общем, вот так вот выглядит комплект поставки нашего сегодняшнего героя. В принципе, есть все, что нужно, зарядник, кабель и, конечно же, сам планшет. Плюс ко всему, как я уже показывал, я еще брал версию именно с чехлом. Ну и вот оно, наш красавец-герой. Кстати, сразу же моментально холодит року. Хочу обратить внимание на то, что, в целом, для недорогого решения, собран он, видно уже сразу автоматом, довольно-таки неплохо. Это у нас металлическая вся задняя крышка, это алюминий, все вроде как подогнано. Ну, прям реально, то есть, Teclast сделали вполне себе адекватный по сборке материалом планшетец. Я уже немножко почитал про него дополнительную информацию, когда заказывал, и это действительно вполне себе такой неплохой вариант красивого планшета. Хотя, в целом, никаких дизайнерских изысков тут, разумеется, дополнительных нет. Во, кстати, ребята, вот тут прорези динамика громкоговорителя, и вот тут динамиков тут, по всей видимости, сразу четыре. То есть, ребята подошли к делу основательно. Со звуком тут все должно быть хорошо, но мы это тоже, ребят, с вами проверим. На лицевой стороне Teclast T40 Pro находится, конечно же, глазок фронтальной камеры, и благо, он не в дисплее, он в рамке, так что выдыхаем спокойно. Рядом с ним у нас находятся датчики, ну и дисплей с диагональю в 10,4 дюйма. Справа, кстати, ничего нет. На левой же мы найдем USB-C разъем, далее идет у нас дополнительный микрофон для шумоподавления, качелька регулировки громкости и кнопка включения. На верхнем же торце у нас находятся два стереодинамика по бокам, ну и практически по центру между ними у нас есть еще и слот. Сюда можно поставить, кстати, либо две наносим карты, либо одну на сим-карту и карточку памяти. То есть, это у нас полноценный, привычный, комбинированный слот. Ну и на тыльной стороне нашего героя находится, конечно же, опять же, глазок основной камеры. Камера тут одна, далее идет сверху небольшая пластиковая вставка, тут у нас находятся антенны. Затем идет логотип компании T-Class, ну и, собственно, все. Ну и по первому впечатлению, как я уже сказал неоднократно, данный планшет мне в целом нравится. Я не могу сказать то, что он собран как-то некачественно или что-то типа такого, но при условии того, что это у нас все-таки в первую очередь доступное решение, в целом все максимально строго, лаконично и вроде как окей, ничего нигде не люфтит, не скрипит, не болтается, ни слот не тарахтит, ничего прочего такого зазорного я в нем не нашел. Ну а вы, ребят, напишите в комментариях, как вам в целом вид нашего сегодняшнего героя. По мне пока что ок, не могу сказать то, что я прям шокирован, но опять же, учитывая то, что это у нас доступное решение, но согласитесь, вроде как оно не выглядит каким-то ширпотребом, это уж точно. Плюс ко всему у нас полностью, как написал производитель, Unibody корпус, это вот вся начинка, экран и так далее, лежит непосредственно в этом алюминиевом корпусе, но, как я тоже уже обратил внимание, тут есть небольшая пластиковая вставка, но это вынужденная мера, потому что тут у нас находятся антенны. Ну и давайте-ка, опять же, максимально классический тест по габаритам, возьмем супер-мега-мейнстримно популярный девайс, чтобы все понимали по массогабаритам, как наш сегодняшний герой, по сравнению с обычным среднестатистическим смартфоном. В лице, опять же, Poco X3 Pro, получается, что он покомпактнее в высоту, ну и в ширину раз Poco, два Poco, три, три с половиной Poco у нас, если в Poco мерить, все. Ну а по толщине, по толщине, ну, честно говоря, мне почему-то кажется, что они плюс-минус одинаковые, но если учитывать выглядывающую камеру у Poco, то Poco получается все-таки потолще. Поэтому я и обратил внимание, то, что в целом за свой прайс планшетец, ну, выглядит и собран вполне себе ок, даже ничего. Ладно, в общем, давайте-ка запускаться, проходить все необходимые быстрые настройки и продолжайте наше знакомство. Итак, дорогие друзья, собственно, мы запустились, и нас встречает такая вот красивейшая цветастая обоина, и по всей видимости, практически, если не совсем стоковый, я очень надеюсь, 11-ый Android, потому что, ну, в подобного рода планшетах у нас, какой обычно, там, 9-ый, кто-то ставит еще 10-ый, ну, а если 11-ый, то это очень и очень хорошо. Давайте-ка все это дело проверим. Разумеется, я уже поставил сюда некоторые тестовые софт, скинул там игр, программы и так далее, чтобы все сейчас быстренько вам показать и продемонстрировать. Так, отправляемся о планшете. Моделька T40 Pro и ИА. Вот такие вот интересные идентификационные буквы еще используются в названии. Кстати, нам уже прилетела какая-то обнова, я, разумеется, подключился к Wi-Fi-сетям. У нас две сим-карты, и, ребятки, у нас действительно вполне себе еще свежий, опять же, для планшета из Поднебесной, 11-ый Android. Будет ли 12-ый, конечно, под вопросом, и то, что тут уже, ребят, поверьте, из коробки идет 11-ый Android с обновами. Вот я не шучу. Беспроводное обновление какое-то он поймал. Так, нас выбросило на, собственно, страницу обновления. Беспроводное обновление, кстати, по-русски, по-английски, никаких иероглифов и кракозябр тут, опять же, нет. Оптимизация и оптимизация, плюс оптимизация. Все, как всегда, 24 мегабайта. А, кстати, он уже даже ее установил, просит перезапуститься. Ладно, буквально через 5 секунд мы это сделаем. Если еще какие-то обновы он получит, я тоже сейчас обновлюсь, и мы продолжим, разумеется, далее. Но пока что, в целом, опять же, ничего такого сверхординарного я нового не расскажу про интерфейс данного устройства. Это, повторюсь, практически стоковый 11-ый Android. Есть все, что нужно. Все Google-сервисы у нас, разумеется, на борту. Аппарат полностью сертифицирован. Там YouTube, Gmail, Google Play, Google Photo, диск, карты и так далее. Все должно работать без каких бы то ни было проблем. Экран у нас тут, повторюсь, диагональю в 10,4 дюйма. Ну, это небольшой и немаленький, и при этом, кстати, планшет, вот, можно им пользоваться одной рукой, даже если ухитриться. У меня не самая большая ладонь, уж поверьте, я человек невысокий. Ну, а для большого дяди, я думаю, он будет примерно как очень большой смартфон. Хотя, единственное, что вот тут нигде нет дополнительных прорезей, чтобы использовать его именно как смартфон. Ну, я не знаю, если вообще-то это кому-то интересно. Но тут у нас две сим-карты, 4G-сети поддерживают, тестировал уже, только что проверял. И вроде как все окей. 5G, разумеется, тут нет, но требует от планшета 5G. За такие деньги было бы, конечно, кощунство. Плюс ко всему, он вообще у нас еще пока что крайне мало где распространен. Ну, а 4G есть и окей. Ну, и еще раз повторюсь, диагональ дисплея. Тут 10,4 дюйма, матрица используется Full HD+, это 2000 на 1200 точек. Можно было сказать и 2К, но, как по мне, чуть-чуть не... Хотя, в принципе, вот ровно 2К есть, 2,5К. Ну, многие, кстати, путают 2,5К и 2К. 2К это вот действительно 2000, там что-то с этим производное. А вот если 2560, это уже 2,5К идет там на 1340 и так далее. Так, давайте-ка наболтаем максимальную яркость, потому что яркость это бич подобного рода планшетов. Это капец какой-то. Обычно они на солнце просто слепнут. Погодите-ка. Заинтриговал. Перейдем на более-менее белый фон. Хотя, блин, тут он сероватый. Оу, я не знаю, вам вообще что-то видно. Ну, вроде как должно быть видно. Могу сейчас смело сказать, с заверением совести, вообще, без каких бы то ни было проблем, я думаю, это один из ярчайших планшетов стоимостью до 15 тысяч рублей. Может быть, не самый яркий, вообще, с этим спорить не буду. Я как бы больше специализируюсь, разумеется, на смартфонах. Но из всех, что у меня, опять же, были в этом ценовом диапазоне, там за 10-12 тысяч рублей до 15, в целом, это одно из самых ярких устройств вообще, в целом. Но, опять же, есть небольшие недостатки. Это все-таки, как ни крути, бюджетная матрица. И при экстремальных углах обзора она будет немножечко терять максимальной яркости. Ну, опять же, как мы смотрим вот так вот, подсадили человека, ну, когда фильм смотрим сюда и так далее. Хотя, в принципе, в фильме он не так будет инвертировать. Все, разумеется, зависит от сцен, которые вы смотрите. Ну, а текст читать вообще без каких бы то ни было проблем. Минималочка. Но вот минималочка, конечно, можно было бы чуть-чуть поменьше. Вот самую малость бы хотелось. Но, опять же, ну, судите сами уже, как говорится. Потому что лично мне как бы ок. Но кто-то любит, чтобы вообще прям можно было его выключить вот так вот ползунком. Не знаю, для чего это нужно, но говорят, что ходят легенды, что нужно. Так, конечно же, у нас есть... Вот, смотрите, сим-карта 1, сим-карта 2. Вот отдельно можно включить, ну, на них интернет-соединение без проблем. Так, режим чтения, ну, это желтый экран, темная тема, если кому-то надо, чтобы все стало вот максимально черным. Ну, у нас используется EPS-панель, поэтому как-то на энергопотребление это сильно не повлияет. В целом, можно пользоваться и белой темой. Ну, главное, что это есть, и, быть может, тоже это кому-то будет полезно и нужно. Так, ладно, сейчас я ставлю на него все обновы, которые сейчас попутно на него прилетят. Разумеется, прогоню его в тесте Antutu. Раз пять, и мы выжмем из него все соки. Ну, и в Antutu девятой версии наш сегодняшний герой, дамы и господа, по максимуму выжил в 249 627 очков. Но так, результаты скакали от 230 с копейками, ну, и получилось практически он уперся в 250, что, опять же, ну, вполне себе адекватно для мультимедиа-планшета с воспроизведением видео, с любыми повседневными задачами, опять же, проблем в плане произведенности быть не должно. Но, если касаться игр, то, как я уже говорил, это на средних настройках графики. Низко-средние ставим, не заморачиваемся, и тогда все будет окей. Если полезем на высокий, на ультра, то, конечно же, в некоторых особо тяжелых релизах будем встречаться со слайд-шоу. Ну, как я уже сказал, поиграть тут вполне себе можно, плюс ко всему, мы данный чип уже тестировали. Вот тут у нас полное название, а также спецификации данного чипа, который ставится в наш сегодняшний планшетец. Ну, и давайте-ка для наглядности сравним с другими чипами, ну, во всяком случае, те, что ставятся у нас в смартфонах. Например, берем Redmi 10 аппарат, по ценнику очень близкий к нашему сегодняшнему герою. И тут, получается, у нас ставится Helio G88, который в целом вполне себе, опять же, адекватный, но без звезд-неба. Чип и поиграть тут, в принципе, можно, опять же, на низко-средних и для повседневки тоже сгодится. Но его набирает 222 тысячи очков. Единственное, что тут у нас 4 габайта оперативной памяти, тут 8. За счет этого Antutu тут проходят все тесты, поэтому Redmi 10 поставил вот тут красную галочку, треугольник, что был пройден графический тест Lite, ну, в Lite-режиме. Ну, и получается, у нас по процессорной части Unisoc вырывается вперед, по графике, разумеется. Ну, тут бы, если он прошел тест, я думаю, это накинуло бы еще десятку, но не больше. Так что все равно Unisoc у нас немного впереди. По памяти и по UX, по всем фронтам он, в любом случае, мощнее, чем тот же Redmi 10. Вот такие у нас получаются результаты. И давайте-ка возьмем что-нибудь более бодрое. Это, опять же, Redmi, но уже Redmi Note 11. Тоже довольно популярная машинка. Тут ставится уже Snapdragon, Snapdragon 680. И вот такие получаются результаты. Ну, и тут же отмечу, что 270 тысяч очков, это тоже прямо около максимума для 680. А он набирает от 250, получается, до 270, там, может быть, с копейками. Опять же, смотрим, где что. Тут у нас версия уже на 6 гигабайт оператива, если мне не изменяет память. И по процессорной части Snapdragon оказывается немного впереди. По графике, кстати, Unisoc впереди, что вообще для меня прям сюрприз. Так что задел под игры тут все-таки есть. Ну, он должен себя вести немножко лучше, чем вел себя Redmi Note 11 в наших тестах. Кстати, тест большой с FPS нагревом и троттлингом есть на канале. По памяти, кстати. Ну, вот основной отрыв как раз-таки у Redmi за счет большего, ну, более быстрой памяти у нас получается. И по UX, наоборот, на уровне погрешности вырывается Teclas вперед. Что ж, в целом, по синтетике, ну, вроде как, все очень и очень недурно. Опять же, с учетом того, что это у нас планшет. Планшет с двумя 4G-сим-картами. Можно использовать его полноценно, как телефон. Так что еще 4 динамика. Вот не во всех устройствах есть стереозвук. Но, допустим, в Redmi он точно есть. А тут сразу 4 динамика у нас используется. Ладно, в общем, если мы дружно, гуртом набираем под этим роликом 1119 больших пальцев вверх, то я отправляю нашего сегодняшнего героя на большой тест-игр с FPS нагревом и троттлингом. Ну, а сейчас, ребят, по традиции, пришло время послушать нашего героя. Тем более, ему вроде как есть чем похвастаться. Teclas T40 Pro оснастили сразу 4 динамиками громкоговорителя. Но, во всяком случае, в данном сегменте такое встречается, ну, не в каждом планшете далеко. Что ж, давайте-ка послушаем, посмотрим, на что же он способен в плане звучания. Отправляемся в нашу переносную библиотеку YouTube. Так, у нас тут, окей, свободно. Вот сейчас 112 гигабайт. Нет, не знаю, видно ли, нет. Кстати, дисплей, ну, действительно, очень такой яркий. Надо вот сюда вот куда-нибудь перебить, чтобы было где-то вот половина яркости, чтобы он хоть как-то, ну, хоть как-то его задавливали мои вот эти вот софиты студийные. Так, у нас тут сейчас свободно 112 гигабайт. Я уже накидал сюда софта и игр. И, ну, правда, немного. Что хочу отметить, то, что изначально из коробки пользователю доступно было около 116 гигабайт. Там плюс-минус, что вполне себе неплохо. Но, учитывая то, что у нас есть слот под карточку памяти, можно, допустим, использовать одну сим-карту. Ну, мало кто, опять же, в планшете будет использовать две. Одна сим-карта и карта на 256 гигов он читает вообще без проблем. И мне кажется, что куча кинчиков, можно сериалов там на вахту забуриться, смотреть много материала вообще без проблем. Так, давайте-ка найдем эту мою папочку тестовую и включим какой-нибудь трек. Пусть сегодня это будет вот этот. Громкость ставим на максимум. Все, это максималочка. Напоминаю, динамики вот два штуки. И вот. Ну, не могу сказать то, что он прям какой-то дико громкий. Громкости достаточно. Средняя такая. Для планшета, опять же, он громче, чем телефон. По качеству есть низы, на удивление. Не слышал, куда там песка, мунцера. Что-то такого зазорного тоже нет. То есть, в принципе, по звуку можно поставить смело четверку с плюсом даже. Опять же, с учетом его стоимости. Как говорится, слушали получше. Нельзя его, опять же, сравнить с тем же Xiaomi под, наверное, пятого поколения. Он будет получше звучать однозначно. Этот вот чуть-чуть послабее. То есть, опять же, звук неплохой, но в рамках, опять же, своего бюджета. Выше головы он не прыгнул. Но то, что четыре динамика, это круто. Чем круто? Закрываем эти, играют сверху. Абсолютно звук по громкости практически не падает. Закрыли сверху. То есть, можно как хочешь держать. Плюс ко всему, опять же, хват. Мы не закрываем динамики. Закрыли сверху. Звучит музыка. Ну а сейчас, ребят, не менее традиционный тест камер нашего сегодняшнего героя. Да, я понимаю то, что в планшете камера обычно далеко не на первом месте, в бюджетном так и подавно. Они обычно тут вообще только для галочки, вот есть камеры номинально и будьте счастливы этому, как говорится. Но я люблю, когда все в аппарате максимально сбалансировано и я полностью буду рад, если он будет хорошо снимать. Ну любой планшет, как по мне, должен неплохо снимать. Потому что сейчас все чаще и чаще встречаю людей, которые вот так вот ходят, что-то снимают именно на планшеты. Ну не знаю, быть может это намного удобнее. Я лично обычно этим не занимаюсь, по привычке все делаю на смартфон. Но быть может это, опять же, удобно. Итак, нашего сегодняшнего героя снастили фронталочкой, кстати, на солидные 8 мегапикселей. Солидный, потому что обычно в этом снова сегменте правят камеры в районе 3, а то и 5 мегапикселей в лучшем случае. Ну а основная тут, кстати, ребят, на 13 мегапикселей. Не 8, не 5, а опять же 13. Ну а что-то мне подсказывает, что быть может тут быть еще и интерполяция. Но это мы точно выясним, когда уже выйдем на улицу. Я поснимаю, вы оцените качество получаемых снимков. Итак, переходим в приложение камеры. Тут все, опять же, нам до боли знакомо по любым другим приложениям камеры. Стандартным, стоковым, андроидовским. Так, есть зум. Зум, разумеется, только цифровой. Цифровой четырехкратный зум. Есть режим полумакро. Пытается что-то схватить. Во! Офигеть, кстати. Вы посмотрите, он прям макро хватает. Вот, текстурку. Вот это вот коврика для мыши желтого прям в точечку. Не знаю, видно ему или нет, но я вижу, прям неплохо сфокусировался. Так, но опять же, это не показатель качества фото и видеосъемки. Так, возвращаемся обратно. Ну и повторюсь, тут у нас основная камера на 13 мегапикселей, а фронталочка на 8. Отправляем себя в видео. Ну, я не надеюсь, что тут есть какая-либо система стабилизации. Так, видео тоже фокусится на таком расстоянии. Да, кстати, можно побаловаться с макро-видеосъемкой. Но качество записи видео. Так, извините, шел боком. Повернул, показываю. Full HD получается. Ну, как я говорил, есть система стабилизации или же нет. Ну, быть может, для фото она еще и встречается на подобных устройствах. Но чтобы она была на видео, истокового приложения не будет. Но если нужен стаб, то можно поставить какое-нибудь, ну, стороннее приложение камеры. И очень часто сейчас в последних версиях неплохих камер, ну, вот этих, можно скачать их в Google Play Маркете, называть их не буду. Я думаю, все и так знают, там, вот Google камеры сюда, разумеется, не поставить. Но есть там Pro камера, там и так далее. И там есть система электронной стабилизации. Так что стаб появится, угол захвата, конечно же, станет поменьше, но появится стаб. Кому это, опять же, нужно? Так, есть и дополнительные режимы, картинка со звуком, ночная съемка, QR-код, таймлапсы и прочие такие вот полезности. Так, ладно, что ж, выходим на улицу, берем нашу книгу за пазуху и смотрим, насколько же она камерафон. Тест-запись видеокамеры планшета Teclas T40 Pro. Запись ведется в максимальном Full HD разрешении. Это у нас выходит в Full HD от 30 кадров в секунду. Используется в максимальном настройке для ее съемки. Вот такая вот, ребят, картинка у нас в целом получается. Опять же, для планшета вполне себе все предсказуемо. И, я думаю, для небольших, не особо требовательных зарисовочек данная камера вполне себе сгодится. Конечно же, я тут вообще не вижу никакой системы стабилизации. Так что, ну, это планшет, он в основном не предназначен для съемки с рук. Но все равно, вроде как, картинка остается вполне себе, я бы сказал, читаемой. Так, давайте-ка подойдем к дереву и проверим систему автоматической фокусировки на макро. А ну-ка, давай, ты что, пугал всех таким крутым макро? Так, готово. На горизонт. Ага, есть. Еще раз макро. А еще ближе. И еще раз на горизонт. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас записывается уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя. И тут у нас получается максимальное качество записи видео, это 720p, то есть HD. HD 30 кадров в секунду. В целом, повторюсь, данный планшет создан, опять же, ну, камеры в данном планшете созданы, в первую очередь, для видеосвязи. И я думаю, для скайпа, ватсапа, фронталочка вполне себе сгодится. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы пропускать новые ролики. А также посещаем все мои социальные сети. Рутуб, Телеграм, Яндекс.Дзен и прочие. Все ссылочки будут в описании под этим роликом. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok